Первое сообщение. Антон Алексеевич Борчук, он у нас проходит сейчас обучение в университете Тампера в Финляндии. Наклад или лекция «Клинические исследования инновационных противоопухолевых препаратов». Значит, это будет проходить по скайпу, да. Так что, вот, послушаем, Антон Алексеевич, что он нам у вас скажет. Очень приятно. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня слышно? Слышно, Антон Алексеевич, слышу. А можно? Ну, нет. Да, дальше. Уважаемые коллеги, приветствую всех участников конференции. И большое спасибо за приглашение. В своем докладе я бы хотел меньше рассказать о инновационных препаратах, в связи с клиническими исследованиями, но введениях в клинических исследованиях, когда сейчас происходит, используя примеры исследований с ракомолочной железы. Да, я представляю как место Тантра, где является научным сотрудником, там, так и наш Тантра Макология, Туд Макология, где также является научным сотрудником. Можно следующее. Небольшой разор презентации. Я пытаюсь рассказать о том, какие исследования сейчас есть, какие исследования ведутся, о травматических исследованиях, исследованиях о научной эффективности, о технологии, о исследованиях, когда идет отказ и про метод, и вообще оценка, насколько они эффективны, в том числе более сложных протоколах исследований, массовых протоколов, картерно-eonидиологических исследований, о исследованиях, и вообще о сотрудничестве участвований, которые могут быть участвованы, в том числе качество жизни и строительства лечения. Спасибо. О ry. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пример есть при исследовании ДУМА в комбинации с токсонами увеличения эстетического осмолочного звезда. На первом исследовании 2007 года было опубликовано положительное исследование, показавшее увеличение времени до прогрессирования, но при этом не было эффекта на общее выживание. Эти же результаты, может быть, были также в исследовании АВАДА, то есть последующие исследования подтвердили этот результат, где не было эффекта на общее выживание. И то же самое, исследование Рибонадье, этот человек, пожалуйста, также не было показано эффекта на общее выживание, Несмотря на то, что изначально FDA добыл препарат по показаниям, который изучал в первом исследовании 2007 года, Метанализ не показал увеличение общего выживания. И в 2011 году FDA был отказан к лактинам, не видит СУМА, потому что были использованы лечения ракоматочной железы, То есть это показание было разрешено, то есть отобрано следующий слайд «пожалуйста». И даже до 2017 года FDA продолжало подтверждать эти результаты отношения общей выживаемости. Если мы посмотрим, как это делается на рекомендации, в следующий слайд, то мы видим, что эти клиент рекомендации, где-то там переписано, что Организированные исследования стратегической выживания малышной железы не показывают, что добавление ВМА, первые повторения улучшают общий режим. И модернный эффект на время допрогрессирования. Следующий слайд, пожалуйста. Другой пример – использование баскодорной химиотерапии, радиоактивных режимов с транспортацией у пациентов. Ракомолочной железы с этим риском. Опять исследование сказалось, что негативным образом выживаемость не улучшается. Следующий слайд. Здесь тоже равны. Можно обсуждать семитинельные биопсиды. Какие-то хирургические методы лечения, ракомолочной железы с этим риском не хуже, чем глимпатонотомия у пациентов ракомолочной железы с Вячеславием. В США на этом фоне могу ищить на программы, например, безвыбор, choosing widely, по мониторам и соблюдению стандартов. И другой момент, что, мало того, что исследования не показывают, эффективных некоторых традиционных методик, есть еще такой момент, что очень нестрого соблюдают стандарты различных стандартов медицинских, что влияет на настроение лечения. Следующий слайд. Например, здесь показано, что, примерно, в 40% случаев, что в периоде молочной железы, что в периоде молочной железы используется это ненужное обследование в виде компьютерной томографии, стантиграфии, ПЭТ, либо всего в мире. Следующий слайд, пожалуйста. Шерковая марка протоколы, мы сейчас выбираем окуляры, в виде дивизионного речения различных биомаркеров. Два типа исследования у нас есть. Например, одно заболевание на различных биомаркере, и за каждым биомаркером может выбираться в своей терапии. Таким протоколы стараются максимально включить пациентов, то есть дать терапию слайд. С другой стороны, у нас есть разные заболевания, которые геномаркеры могут реагировать на один препарат из Баркетра. Очень хорошо провести исследование. Написано в учебном статье, в моей жизни, она доступна. Кому интересно, может об этом побольше узнать. Но вот пример исследования ISPY-2 для молочных железня, который проводит две лаженомизации в зависимости от хелла. Эйч. И это уже по сути два различных исследования, в том, что исследования по такому типу различий сайт. Неравномерированные исследования. На самом деле проблема в том, что большинство ответов к химическим вопросам не доступны с помощью геномизированных исследований. Не всегда можно эти логичные исследования провести. По разным причинам. Иногда это просто технически невозможно, иногда это очень сложно. Поэтому все больше нарастает популярный аналогик больших регистов, поскольку все больше собирается информация в электронном виде, а потом начинается перечислять. Ну, например, в недавнем году, в 2014 году, прикольные исследования изучали эффекты от радиотоксичности на фоне приема токсозумаба. И опять-таки на это исследование показало, что выживание в следующий слайд выживание в этих больных, у которых возникает токсичность хуже, чем тех, которых не возникает, опять-таки мало чем обсуждать, какие причины и так далее, но это уже неровно анализированные исследования. Таким образом, она исследователь продолжает найти исследование в том, для этого можно наличие регистов, большого количества регистов собирать перспективную информацию в следующий слайд. В чем проблема исследований в России, я об этом писал еще в 2007 году из Телеллахоц, потому что очень мало исследований публикуется из рубежа, на английском языке. Те примеры, которые показали исследование Владимира Садовича, они были нечные, к сожалению, примеры. очень ангеломинно больше таких исследований не останавливаются, то есть отдельные авторы, отдельные группы исследований. по сути по сути это исчерое отсутствие каких-то общих сведений на современных федемиологии, на формально на инвекции результатов. Иногда моментально не уважаем те результаты, которые публикуют из права других остатков, запретируют ошибки, институт и например в России, то мы видим, что исследования, которые франсируют индустрии, фанатистическими компаниями, обстоятельное количество всех центров, и государства Исследования которых уже гораздо больше во центре государства России. Мы видим, что практически большие исследования России, которые инициированы от обыкновенной инвекции. И огромное количество исследований еще больше, чем исследования индустрии в центре России. На самом деле мы обыкновены собственные исследования, не обязательно организированные, и нужно продолжать делать, тем более опыт выполнения в нашем институте уже есть. Следующий можно? точно. Да, и вот, например, наши коллеги сейчас отделение обыкновенной антологии, рекламы медиа исследования и по инфекции рекламы исследования всем отделениям и учреждениям России постепенно начинать эту работу следующий слайд. Существует особая цель исследования, на которой все больше обращают внимание в качестве жизни и экономический анализ. Следующий слайд. На самом деле качество жизни может операться в одну простую анкету или аналогов шкалы ЭКУ. Это вопросов ответов, и на основании шкалы можно оценить в качестве жизни и динамию качества жизни на фоне того иного лечения сразу материал. препаратов все больше акций можно понимать какую выбору мы получаем от препарата в качестве жизни и сколько это стоит. и опять-таки средства не бесконечные максимально оптимальные определения должны быть основаны в том числе на научных исследованиях. Следующий слайд. экономические исследования они довольно современные изменения старый метод новый метод ресурс 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 сейчас увидим а кому микрофон спасибо большое я заключил Анатолий Алексеевич за блестящий доклад очень полезную информацию так пожалуйста вопросы я для начала спрошу вот такой вопрос скажем в свое время там года 4 назад Фуден Драк Администрейшн когда известно приняла решение что для ускорения клинических испытаний для получения быстрой информации проводить как бы оценку неодевантного лечения это быстро минимальное число пациентов и так сказать быстрой информации однако проведенное исследование большинство рандомизированных исследований неодевантной терапии включая наш институт показалось что действительно если достигнут полный регресс морфологический то выживаемость выше однако вот эта работа патрица патрица картоза сделала вывод что данное уровне пациента действительно есть выгодно но на уровне самого испытания величина отличия выживаемости недостаточно чтобы рекомендовать вот этот суррогатный маркер в качестве главной оценки эффективности лечения вот как это интерпретировать или надо дальнейшее проводить исследование и доказать или действительно значит вот вы правильно сказали что слишком очень дорого там набирать десятки тысяч пациентов ждать пять-десять лет до получения информации конечно нужны какие-то ускоренные методы и вот какова позиция у них все за тамперы и вообще вот так Большое спасибо за вопрос Действительно это так вообще проблема родновидированных условий одно родновидированное исследование в состоянии ответит на один вопрос клинический и как правило все что отвечает родновидированное исследование это какой-то усредненный ответ эффективности например терапии то есть в среднем терапия не работает но при этом ответы конкретно по отдельным популяциям пациентов имеющих какие-то кромеотические и так далее как правило родновидированное исследование не дает или дает сомнительные ответы сейчас основной акцент вот на таких сомнительных вопросах непонятных вопросах все чаще делать анализ данных регистра для этого данные регистра должны обладать высоким качеством то есть важным качеством интеграции быть доступны и собственно быть должны доступны отдаленные результаты то есть прогрессирование общего желания если все это есть то в принципе на какие-то вопросы можно ответить часть или и правительные основания неравномизированных исследований все больше увидеть эти публикации и в принципе не так и появляются все новые маркеры и сургатные точки доступа так спасибо большое так Татьяна Юлина Антон Алексеевич спасибо большое это замечательно когда современная информационная технология позволяет там или Санкт-Петербург жить в одном информационном пространстве у меня к вам вопрос к большому профессионалу подскажите пожалуйста ваше профессиональное мнение по отношению к аналогам и женерикам поскольку мы понимаем что пока проходят клинические исследования первая вторая третья фаза регистрационное удостоверение точнее патент теряет свою силу и мы сейчас уже живем в эру биоаналогов вступаем в эру биоаналогов вот например в Соединенных Штатах Америки не допускают биоаналоги на регистрации вот ваше мнение вот как с точки зрения доказательной базы спасибо большое ну спасибо о работе я знаю да это проблема она на самом деле встает на каждом сейчас крупном на крупной конференции крупном стопальном специалисте биоаналоге тут на самом деле вопросов несколько нужно понимать насколько биоаналог является аналогом препаратов потому что если мы говорим о генетике я так понимаю молекула практически идентичная когда мы говорим о биоаналоге это это в какую-то степень препаратов того же класса но насколько я помню молекула там не идеентичная Если воспринимать это как идентичное молекуло, тогда да, можно пройти простое сравнительное срок и выпускать на рынок. Если относиться к новому аппарату, просто похожему на того же Кашу, тогда возможно не допускать их на рынок. Однозначно ответа нет. Другой вопрос, что крайне должны в этом отношении исследования экономической эффективности. Для чего выпускать вообще биоаналуги? В ней должны, по идее, быть дешевле. Дешевле в два раза. Тем более, когда мы говорим о современных биологических препаратах, в память которых автономическая. И, к сожалению, очень мало пока исследований экономической эффективности биоаналуги. Почему-то компании-производители не делают на этом акцент. Это крайне важно показывать. И часто в этом случае в ближайшие годы будет крайне важно показывать экономическую эффективность. То есть стоимость и конкурс, и терапия, и происходящая в виду оборудования. Я думаю, что надо как... В ближайшие годы, я думаю, как-то это продленно решится. Я думаю, что придется биоаналуги инициировать, инициировать, инициировать. Спасибо большое, Анна. Маленький комментарий. Можно? Да. Спасибо большое, Анна Алексеевич. Просто так нам повезло. Наш центр принимает участие в клинических исследованиях биоаналугов первой фазы и второй фазы. И что очень важно, что в рамках первой фазы те биоаналуги, если мы говорим об онкоинологических препаратах, показали свою, что, прежде всего, эти препараты не токсичны. А самое главное, даже в рамках первой фазы, хоть им ставилась цель, там была цель показать дозу лимитирующей токсичности, но даже эффективность этих препаратов была показана. Я с вами совершенно согласна, что наведусь с такими критериями, как общая выживаемость, качество жизни, а кост-эффективность, то, что экономическая значимость, она крайне высока. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Спасибо большое, Антон Алексеевич, за прекрасную лекцию, ответы. Спасибо, это будет полезно и для нашей дальнейшей работы. Благодарим вас и успехов вам. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.